Руслан Косолапов в реабилитационном центре уже второй раз. Оказался здесь после аварии. Его мама рассказывает, что привезли его сюда на носилках. Даже двигаться сам он был не в состоянии. Очень большой прогресс. Впервые мы приехали сюда в мае. На носилках приехали сюда. Здесь нас научили сидеть, держать ложку, кушать самим, держать спину. Большой прогресс. Очень хорошее отношение врачей. Сначала кажется, что это игрушки для маленьких детей. Цветные кубики, пирамиды. Но на самом деле это очень важные тренажеры для пальцев, локтевых и плечевых суставов. Благодаря им человек снова учится держать ручку, телефонную трубку, ложку. А это совсем новый комплекс экзарта. В центре всего месяц, но уже стал чуть ли не самым популярным. Пациент можно подвесить так, что сила тяжести не будет действовать. И тогда движение, которое на земле он делать не может, когда он, по сути, пребывает наполовину в невесомости, у него вдруг они начинают получаться. То есть мало того, что в этом состоянии возможна физическая тренировка, это еще и психологически очень выигрышно. Потому что пациент получает как бы дополнительный всплеск мотивации. Потому что, ну как же, на земле не получалось, а то вдруг получилось. Стол для массажа, магнитотерапевтическая установка, имитаторы ходьбы, на презентации инновационных разработок для социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями показали ближайшее будущее центра. Технологии действительно впечатляющие. Просто здорово, что у нас есть такое учреждение, что у нас существует в Нижегородской области система, которая позволяет реабилитировать людей, как это сейчас говорят, с ограниченными возможностями. На самом деле, 350 тысяч человек на Нижегородской области, это очень большая цифра людей, у которых существуют вот такие проблемы. И из них 50 тысяч являются постоянными клиентами наших учреждений. Они проходят эту реабилитацию постоянно. Но после реабилитации жизнь продолжается. Семья, учеба, работа, все это является неотъемлемой частью жизни. И если в центре сделают максимум, чтобы вернуть здоровье, то кто же поможет с работой? Положительный опыт в регионе есть. У нас работают 70 человек, хотя рабочих мест 250. Одна проблема в том, что никто из них не получал высшее образование, а по закону должны иметь высшее образование, не думая, что могут работать в госструктурах. Но на сегодня уже во всех вузах есть группы, которые на третьем курсе, которые на четвертом, в том числе и некоторые наши, которые обучаются, и через какое-то время появятся люди, инвалиды, которые способны работать в государственных структурах. Вернуться к нормальной жизни может почти любой, говорят врачи, если не сдаваться и упорно заниматься. Кстати, можно обратиться на новый сайт регионального министерства социальной политики, разработанный специально для людей, нуждающихся в социальной реабилитации. Здесь есть личный кабинет для записи без очереди, и вскоре появятся онлайн-консультации врачей. Варвара Ермакова, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.